здравствуйте друзья вы видите машу без медведя она приехала из сиэтла ездила навестить родителей навестили да конечно мы с вами на пендулами на маятнике проводили научное изыскание по определению сроков поиска работы и я помню что у вас там уже интервью было назначено да когда вы да они сказали что позвонят что вот ждите звонка и скоро мы назначим интервью я приехала домой и вот среду они мне позвонили вчера да вчера они не позвонили сказали приезжайте пожалуйста к нам на интервью вот прямо сегодня я приехала на интервью в два часа она делась час 3 закончила и в 4 пока я ехала в аэропорт мне уже позвонили софером ну не обидели мне что вы очень хорошо особенно для такой первой джуниор позиции очень хорошо заплатили но вы работали раньше ну вот не в тестировании вообще да вот с точки зрения того что вам раньше платили что сейчас в два раза больше в два раза больше даже на начальной позиции даже на начальной позиции родители чё говорят родители еще сами пока не верят я только звонила из аэропорта уже сказала где я приезжаю и оказывается обратно вот завтра уже я даже интерншип не закончила ничего разъездились тут туда-сюда когда вы заступаете то через десять дней то есть вы на самом деле можно сказать побили предсказание нашего пендулума который сказал что вы получите оффер на вторых двух неделях да а вы от момента изготовления резюме там неделю прошло да да я его выложила я где-то подождала еще пару дней потому что были выходные или что такое так что от всего-всего от того момента как я выслала резюме пришло где-то пять дней это еще вы там выходные были до оффера то есть пять календарных дней с двумя выходными тремя выходными то есть я чувствую что мы как бы приглашаем людей в сиэтл как приезжайте в сиэтл там много работы но вы хоть поняли что делать то будете вы там ничего страшного там нет такого но ничего страшного там нет мне на интервью показали интерфейс который я буду работать так что я в ходе интервью там смотрела его делала какие-то тесты он попросил меня привезли то есть я в принципе знаю что делать ну может быть я не супер хорошо знакома именно с этим аппликейшн но вообще не супер платят так просто прилично но еще не супер такой вопрос не было ничего такого во время разговора вот интервью чтобы вас поставила в тупик или что вы как-то поняли что вы не соответствуете вот такого не было технических вопросов нет никаких проблем там не было единственный вопрос который более менее сложный был это вот посреди интервью вдруг менеджер досталась по стола коробку и сказал угадайте что в коробке трогать ее было нельзя посмотреть тоже нельзя надо было задавать уточняющие вопросы а то есть не то что сказать наверное джоп-оффер да нельзя сказать что там золотой слиток или еще что-то там что-то вы должны дать конкретный ответ причем правильный ответ желательно но вы можете задавать наводящие вопросы да можно задавать наводящие вопросы в общем сначала я конечно испугалась все эти креативные вопросы жуть но потом просто задаешь вопрос и догадался и что там было и там был вот этот ролл paper roll на который наматывается бумажка на пластик туалет нет из него реситы печатаются я понял для калькулятора да 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 вот такая штука там была но вот это самый сложный вопрос не в том плане что прям тяжелый но что и так на интервью нервничаешь и тут еще машинка давайте я вас поздравлю от имени всех кто следил за вами там последнюю ну сколько неделю вам кстати дни не приходили какие-то может быть там но я не знаю там дружить кто-то так давайте дружить друзья маша у нас не только успешная но и свободная есть такая все машенька в общем назначаю вас представителем школы по сиэтлу и окружающим верим договорились спасибо конечно все давайте ребятам привет передать спасибо